В проекте на 2017 год, то эта сумма вырастает уже со 120, 180 до 540. Это уже очень нагольно бьет по бюджету и заставляет людей задумываться. Поэтому мы разработали приложение, которое поможет людям экономить электроэнергию. Каким образом? Ну, понятное дело, вы регистрируетесь, дальше вы играете, какие у вас тарифные планы, и дальше вы можете ввести ваше потребление. Но это потребление вводится не только вручную, но это можно сделать по фото. Каким образом? Вы фотографируете ваш счетчик, мы распознаем это благодаря нашему машинному алгоритму и подтверждаем. Далее приложение может скалькулировать, сколько вы уже потребили за этот месяц, и сделать себе предикшн на этот месяц, сколько вы будете платить в этом месяце. И благодаря этому вы можете запланировать свой расход, и это такой себе ранг-кипер для электроэнергии. А также вы можете узнать, как тратить меньше на электроэнергию, или оплатить ее тут же с этого приложения. Насчет рынка в Украине. Проникновение мобильных устройств смартфонов именно в Украине сейчас порядка 30%. Это составляет 13,5 миллионов человек, которые могут сходу пользоваться этим мобильным приложением. Бизнес-моделью мы считаем для себя, это возможная бизнес-модель, это месячная подписка, это может быть, например, 50 копеек за месяц, или это может быть 4% сэкономленных денег в сравнении с киловатт-часами за прошлый год. Также это может быть wide-nable solution для энерго-провайдеров. Ну, нашим конкурентом мы считаем KeepEnergo в этом счете. Но если брать KeepEnergo и сравнивать с нами, то мы быстрее, поскольку вам не надо идти к счетчику, переписывать данные, потом заходить в свой кабинет на компьютере, вы можете тут же сфотографировать, это рассчитать, получить предикшен и тут же оплатить, если надо. Что мы сделали за Кокотом? Мы проанализировали проекты НИСКИУ-Гринбаттен, посмотрели, как это работает в Софт-Штатах, разработали концепт приложения, разработали бэкэнд для дальнейшей работы приложения, сделали распознавание цифр счетчика с фотографии, научились парсить данные в личном кабинете у счетных записей KeepEnergo, а также сделали прототип кондета для iOS. Ну, как в планах, это счетчики на воду и счетчики на газ. Это наша команда, это Богдан, он недавно вернулся с дугла, Иларион и Андрей, это с моей командой ребята с ЭКИЗМИ и Паша Бандеренко. Ну и зачем мы здесь? Потому что мы не хотим парсить Киев Энерго и остальных провайдеров. Мы хотим получать данные по API. Спасибо. Кроме Киев Энерго, какие еще данные вы хотели бы открыть для того, чтобы ваш проект работал в полную мере? На самом деле Киев Энерго это лишь один провайдер, то есть нам интересно работать со всеми провайдерами по Украине. Мы хотим работать со всеми провайдерами по Украине, и это может быть как электроэнергия, так и другие провайдеры, и свет, и газ, и газ, и вода. Все, Киев Энерго ответили на все вопросы, и Киев Энерго. Мне было чуть критично, а где здесь OpenDate? Ну вот если нам все эти провайдеры дадут эту OpenDate, мы тогда сможем ее использовать. А на слайде можете вернуться там, где с инкубатором скриншот? Видите, как у нас написано красиво? Там основные открытые и большие даты. Ну, я могу еще вернуться здесь на слайдик вот этот, и здесь 13,5 миллионов людей. Это большие данные будут. Все, попали. Спасибо. Спасибо вам.